Перед тем, как вы начнете смотреть видео, я хочу заранее извиниться за звук, что-то с микрофоном. Если получится устранить эту проблему, то я это сделаю обязательно. Приятного просмотра, спасибо за внимание. Меня зовут Алина, это канал Просто Алина, и сегодня я вам хочу рассказать о своих покупках. Я буду стараться очень смотреть в камеру, правда. Я покупала косметические средства, средства для ухода за собой и еще кое-что по мелочам. И я сегодня хочу вам об этом рассказать. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной. И если вам это видео понравится, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Буду очень признательна. Погнали на ху... Он идеально подходит к моей коже, и я бы его порекомендовала тем, у кого кожа то сухая, редкая, то жирная. Если у вас есть прыщи и черные точки, то через время этот гель поможет это все устранить на вашем лице. Я покупала его в Магнит Косметик за 20 рублей. Далее я купила крем-мыло для интимной гигиены. Девочки, у вас, наверное, есть такие штучки. У меня раньше не было, я мылась... ...мылом, гидом для душа, шампунем... ...всем только чем можно. И решила приобрести вот такую штучку. Я не знаю, что это такое, как это работает, нормально у меня все будет. Поэтому порекомендовать я пока что вам ее не могу. Это выглядит вот так, Intimate. Если у кого-то такая есть, то напишите, пожалуйста, в комментариях, и стоит ли его брать. Крем для лица. Опять же, такие из-за проблемной кожи. То она у меня резко сухая, то она резко жирная. Я, наверное, попробую эту штучку. Dolce Milk с запахом клубники. Запах мне очень понравился. Крем довольно-таки плотный на ощупь. В общем, будем пробовать. Покупала я его в L'Etoile, по-моему, за 250 рублей. Что-то в районе 250 рублей. Это незаменимые вещи, если ты красишься. Просто, не знаю, цены им нет. Далее я хочу рассказать про тело с блестками от Purity. Вот так вот он выглядит. Покупала его в L'Etoile в районе 499, что ли, он стоил. Я очень надеюсь, что это будет видно. Там должны быть блестяшки. Я купила себе вот эту штучку. Я, честно говоря, не помню, как она называется. Покупала в каком-то левом магазине. Она в районе 500 рублей. Не особо дорого. Это что-то типа парфюмированной воды, духов. В общем, это вот так вот распыляется, как дезодорант. Но используется это как духи. Взяла, наверное, для того, чтобы брыскать квартиру, иногда свою одежду. Ладно. Шиммерный фиксатор от Soda. Вот так вот он выглядит. На коже он ощущается очень приятно. Имеет довольно-таки приятный запах. И он очень быстро высыхает и фиксирует макияж. Я немножко накрашена, поэтому уже попробовать его успела. Покупала я его в L'Etoile. Я даже не знаю, сколько мне подвесли. Пронесла. Такая вот. Нашла тебе фиксатор. Но я думаю, что не дороже 500 рублей он стоил. Вот. Также в L'Etoile купила парфюмированный спрей для тела от MIA. Это очень классная штука. Имеет очень-очень приятный запах. Покупала я его за 399 рублей. Если его распределить по коже, то будет примерно вот так. Пахнет, кстати, он очень-очень приятно. 69 рублей. Очень приятный. Он с запахом баунти. Но запах очень приятный. Но я надеюсь, что с кожей у меня все будет в порядке. Повторюсь, крем этот стоил 69 рублей. Особая серия. Он не особо плотный. Он такой, как-то более-менее жидкий. Запах очень приятный. Также я купила второй крем. Особая линия. С запахом арбуза. Он увлажняющий. Я надеюсь, что он спасет мою кожу. Я буду просто мазать ее всем только чем можно, чтобы у меня ушли прыщи и черные точки. Запах тоже очень приятный и очень насыщенный. Клайтера от Soda. Он немного липкий. Поэтому нужно его либо вообще... Либо ждать, пока он высохнет. И только потом уже... Вообще... Лучше, да, по чуть-чуть его. Но он вот так вот выглядит, получается. На коже тоже очень хорошо смотрится. Обрала его за 499 рублей в Magnit Cosmetic. Также взяла сегодня какую-то тоналку, потому что не было тональников нормальных по цене. 299 рублей. Оттенок 01. Мне понравился тем, что он не сильно плотный. И что он очень легко наносится. Возможно, когда буду делать следующее видео про макияж, уже полноценное, то я буду использовать всю косметику, которую я сейчас показываю. Далее я купила тени для бровей. Кисточку вот такую вот. Это, скорее всего, какое-то мыло для бровей. Здесь есть черный оттенок, потемнее и светлый. Тени мне очень понравились. Наносятся очень-очень легко. И стоили они 220 рублей. Блядь, сейчас чихну, не могу. Далее я хочу показать пудру от Девайш. Пудра нормальная. Мне она очень понравилась. Оттенок 01. Она не особо плотная, но, в принципе, на тональной основе смотрится очень хорошо. Ее также буду использовать в макияже. Я ее брала за 170 рублей. В общем, не особо дорого. В магнит косметик брала. Также хочу вам показать прекрасный тональник оттенка 02. Я думала, что 01 очень-очень светлый. И он мне по-любому не подойдет. Взяла 02. Он оказался рыжим. Я не знаю, скорее всего, я буду его использовать. Но как... Блядь, только если почернею, наверное. Я думаю, что в каком-либо из видео я обязательно протрясню. Далее я хочу вам показать тушь. Она удлиняет ресницы. Но очень много ее наносить не стоит. То есть, чуть-чуть. А то у меня сегодня подруга взяла и просто намазала. До потолка были, и они были... Тушь так не наносится. Ну, хотя она сказала, что у нее тушь очень такая более плотная, а у меня более жидкая. Ну, мне так проще наносить более жидкой тушью и делать несколько слоев. В общем, тушь неплохая. Кисточка у нее вот так вот выглядит. Вот. Я не помню, за сколько я ее брала. Надеюсь, что я ее увижу. Тут ценник не увижу. Я брала эту тушь за рублей, может быть, 200 в каком-то левом магазине у нас в городе. Но тушь нормальная, в принципе, я не жалуюсь. Я показываю подводку фломастер. С одной стороны идет вот такая вот печаль звездочки. Фото я, наверное, приложу. Какие у меня получили стрелки и как я вообще вчера выглядела макияжем с этим, с звездочками. Тут сделала что-то типа веснушек. И с другой стороны идет вот такая вот кисточка. Она очень тонко рисует. И могу сказать смело то, что эту подводку я могу порекомендовать. В общем, если я смогу отодрать ценник, то я обязательно либо в комментариях напишу потом в дальнейшем, либо в последующих видео, что это за название. Но эту подводку я могу порекомендовать. Она хорошая. То есть она не растекается по лицу. Даже вчера сидела ныло, она у меня не потекла. Смывается она очень легко, наносится также легко. Только если у вас немного кривой руки, как у меня, то все-таки следует еще немножечко тенями стрелку доработать. Потому что, повторюсь, она очень тонкая и рисует она очень четко. То есть там любое дрожание руки это уже кривая линия. Тени вот такие вот. Могу их порекомендовать. Их можно заказать на Wildberries. Можно купить в обычном магазине вашего города. Со всякой дешевой косметикой. Я считаю, что за свою цену 190 рублей. Да и вообще, эти тени очень классные. Вот такие вот есть оттенки. Оранжевый, желтый. Я его вряд ли буду использовать. Золотистый, зеленый, не очень пигментированный. А все остальные, они мега пигментированные. И очень хорошо сидят на глазах. Эти тени я могу порекомендовать. Я купила помаду для бровей, наконец-то. Потому что, я не знаю. Я пробовала карандаши, подводки для бровей. У меня есть тени. Но привычнее. Мне все равно получается помада для бровей. Она вот такого вот оттенка. Я надеюсь, что она будет очень мягкой. Скорее всего, завтра я буду записывать видео про макияж. И обязательно расскажу, как она вообще поведет себя на моих бровях. И дам уже полную оценку этой помаде для бровей. Это гель для бровей и ресниц. Вот так вот он выглядит. Как эссенс. Я не знаю. Гель хороший. Фиксирует он нормально. То есть, за свою цену, в принципе, хороший продукт. Покупала я его в каком-то магазине с не особо дорогой косметикой. И стоил он 150 рублей. В принципе, я советую его брать. Это консилер от Skin Master в оттенке 01. Покупала в местном магазине. Он даже еще не открывался. С бюджетной косметикой оттенок 01. То есть, примерно вот так вот он выглядит на руке. В принципе, я считаю, что за свою цену консилер, по крайней мере, на руке, выглядит достойно. Но, опять же таки, когда буду снимать видео, как я крашусь, то я протестирую полностью всю косметику. Наверное, кто-то заметил, что в предыдущем видео у меня были короткие волосы. Я купила себе парик, потому что меня задолбали чмырить за то, что у тебя такие обрезанные волосы. Я купила себе парик. Он хороший. Правда, у меня волосы очень тонкие. Поэтому, не знаю, мне не особо как-то привычно. А так это все выглядит примерно вот так вот. Фото, как смотрится сзади, скорее всего, тоже оставлю. Но мне он нравится. Очень хорошо смотрится. Я уже наделала очень много фото, и они получились нереально крутые. Покупала его в каком-то магазине. Там косметика, парики были за 3... За 2,700 я его брала. За свою цену очень хороший. Сейчас покажу, наверное, все-таки, как он сзади выглядит. Вот так вот он выглядит сзади. Длина мне вообще нравится очень. И цвет мне идет такой. А сами по себе у меня волосы темные. Сейчас. Фото тоже оставлю, если кому интересно, кому смотрел предыдущее видео. И напоследок. Как вы заметили, у меня вот такой вот фон. Купила светодиодную ленку. Ура! Я очень давно хотела ее купить. И, наконец-то, сегодня это случилось. Теперь она у меня есть. Покупала за 1,800 в Chinatown. Вот такая вот коробка. Там был пульт. То есть можно переключать режимы. Тут очень много режимов всяких разных. У меня уже была такая лента. Но я, получается, когда работала у знакомого, то он забрал у меня эту ленту. Дарила, спасибо за подарок. Я такая, круто, спасибо. А мне как бы, ну, типа с чем? Как бы жить. Мне нужна тоже лента. И вот эта лента, в отличие от предыдущей, которая у меня была, она держится без скотча. Уже несколько часов, как она приклеена. И ни с одного места она еще не отлепилась. Сейчас я покажу эту ленту поближе. Такая вот ленточка. У меня камера говно. Айфон, а камера говно. В общем, мне нравится очень. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И ждите новых видео. Всех люблю. Пока!